Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Спустя всего несколько дней по завершении финального турнира так называемой чемпионской серии в двух городах, а именно в американском Сент-Руси и у нас в России в Уфе начались очень любопытные национальные чемпионаты Ну прежде всего речь идет конечно о мужских турнирах хотя об этом чуточку подробнее я расскажу через несколько, скажем так, мгновений Итак, чемпионат Соединенных Штатов Америки сейчас это турнир, который может собирать поистине выдающийся состав Отчасти так и случилось на этот раз Однако, ни Хикару Накамура, ни Ливон Аранян А Ливон Аранян как раз по нашим данным заканчивает или уже закончил оформление, скажем так, де-юра своего перехода из Армянской шахматной федерации в Федерацию Соединенных Штатов Так вот, ни тот, ни другой в этом соревновании участие не приняли Но тем не менее, то обстоятельство, давайте кстати посмотрим Посмотрим, какой состав этого турнира Тем не менее, участие одновременно Фабиано Круаной, Весли Соу и Лениера Домингеса придали этому турниру, ну, и большой авторитет и вызывает большой интерес мировой шахматной общественности Хотя, конечно же, турнир этот не столь однороден, как суперфинал нашего чемпионата Почему? Ну, потому что при наличии такой тройки, как Фабиано Круаной, Весли Соу и Лениера Домингеса о чем я уже сказал участвуют и не слишком, не столь сильные, скажем так не слишком сильные будет говорить неправильно не столь сильные шахматисты фамилии которых значатся в нижней части турнирной таблицы То есть, вот на Рэй Робсоне, чисто так вот, эмоциональной, скажем, точки зрения с точки зрения восприятия, опять же, той самой пресловутой балинической общественности кончаются элитные части этого турнира И тем не менее, тем не менее, безусловно, конечно же, борьба фаворитов за первое место а может быть, кого-то еще и партии между ними, они могут оказаться невероятно любопытными, невероятно интересными И еще раз повторюсь, дело в том, что оба чемпионата а чемпионат Соединенных Штатов спустя определенное время проводятся не по сети, спустя два года, а в очном режиме это очень важно То есть, вот то обстоятельство, что все-таки шахматисты играют сидя друг напротив друга, пусть и в масках и возвращаются к привычным нам виду шахмат это, конечно, весьма и весьма существенно Что касается российского суперфинала, мужского турнира то вот так однозначно назвать его мужским нельзя И справедливо как раз будет использовать для характеристики этого соревнования термин «открытый» Почему? Потому что в нем принимает участие вице-чемпионка мира Александра Горячкина И надо сказать, надо подчеркнуть, я считаю, это сделать необходимо что Александра Горячкина пробилась, не была включена просто как-то вот решила она, она такая крутая, она такая сильная ее включили, ну скажем так, не то, чтобы не конкурса а на основании не совсем понятных спортивных критериев Нет, Александра Горячкина блестяще выступила в высшей лиге нашего чемпионата российского пробилась, поделив второе место в этот самый суперфинал и вот наряду с одиннадцатью гроссмейстерами и мужчинами участвует в нем При этом Александра Горячкина, ну как вы видите хотя и несколько уступает тому же Александру Мотылеву Максиму Чигаеву, ну Александру Рахмонову по рейтингу но понятно, что это не какой-то заведомый аутсайдер и можно от Александра ожидать всего чего угодно так же, как, впрочем, в этом турнире нет таких уж однозначных, выраженных лидеров ни Дмитрий Андрейкин, ни Никита Ведегов, ни Андрей Осипенко ни Кирилл Алексеенко, ни Владимир Федосеев шахматисты великолепные но сказать-то кто-то из них явно превосходит других нельзя этими словами загодя предсказать, чем все это закончится чрезвычайно трудно но все же я начну рассказ предметный о шахматных событиях последних дней с американского турнира с чемпионата Соединенных Штатов а более конкретно со второго тура в котором встретились два фаворита то есть двое из трех шахматистов которых, я думаю, по праву можно к фаворитам было причислить изначально тем более, что Лениар Домингес не так давно в турнире, который проходил тут же в Сент-Луисе не в быстрые шахматы, а в шахматы Фишера ну, такой в быстрые шахматы Фишера одержал сенсационную, блистательную победу при том, что там участвовало огромное число очень сильных шахматистов и поэтому к Лениару Домингесу также было приковано определенное, скажем так, внимание внимание шахматной общественности давайте взглянем, как проходила борьба в этой партии из второго тура в которой Лениар Домингес имел белые фигуры он сделал ход с Е2 на Е4 на что последовало Е7 Е5 Конь Ф3, Конь С6 ну, Фабиано Круана довольно часто в последнее время разыгрывает испанскую партию в ответ на ход Е2 Е4 со стороны обладателей белых фигур Слон Б5 А7 А6 Слон А4 Конь Ф6 я как-то заиграл оставил без внимания то обстоятельство, что черные сыграли А6 белые, во-первых, сыграли Слон Б5 черные сыграли А6 но, и словами, Фабиано Круана не пытается вообще, этот дебют не входит в его такой основной дебютный эпертуар разыграть берлинскую систему не бьет без хода А7 А6 на Е4 а тут испанка но Конь бьет Е4 на Е4 все-таки черный Конь берет с включением ходов А6 и Слон А4 но это совсем другой вариант совсем другие пироги то есть, это открытый вариант ферзи не меняются борьба носит совсем иной характер но, поскольку Круана применяет этот дебют разыгрывает его безусловно, у него имеются определенные наработки ведь бы немалые, все-таки, как будто бедно он весьма успешно или достаточно успешно участвовал в двух претендентских циклах он сыграл матч против Магнуса Карсона за звание чемпиона мира правда, там Фабиано Круана прибегал к услугам, использовав другие начала и, в частности, в русскую партию играя черными на Е4 а тут вот открытый вариант вариант, конечно, ответственный и, что любопытно еще, с моей точки зрения что Линьер Домингес играет С3 то есть это, в общем, не является чем-то новым в его творчестве ход С3 один из двух классических наряду с ходом Ферзь Е2 но в последнее время чаще белые играют как-то по-другому хитрят там ходь Д2 сразу ну, в данном случае С2, С3, классика слон С5 основной, самый жесткий, принципиальный ход со стороны черных конь БД2, рокировка и слон С2 ну, теперь когда-то теперь когда-то сочетание, конечно, дурацкое ну, вот, скажем так, в начале второй половины прошлого века очень большое внимание аналитиков целый ряд статей был написан уделялось ходу конь БД2 и считалось, что у черных определенная контрыгра, но, видимо, все-таки белые стоят получше имеют кое-какие шансы на получение преимущества если важно, что ну, чтобы не было никаких идей связанных с конь Д4 лучше всего взять сразу и сыграть Ф6 за черных после чего взятие на Ф6 видимо не дает белым ничего особенного так как черные хотя имеют всего лишь ладью и пешку за две легкие фигуры но у них очень хорошее развитие и вот белые вот так вот поступили отступили назад из-под связки черные играют ладья Е8 и оказывается, что контрыгра у них хорошая то есть там конь Ф1, конь Е5 и так далее то есть сюда белым скорее всего, как ни парадоксально не стоит идти а стоит оставить пешку Е5 без защиты и просто так ее отдать и черные образуют мощнейший пешечный центр кажется, ну, против всяких правил но в данном случае с помощью такого маневра белые могут сыграть конь Ф1 и обеспечить хорошее развитие своих фигур идея конь G5 появляется ну, если D4 то можно и конь G5 и конь D4 а если слон G4 вроде такой заманчивый ход который связывает все на свете тогда конь Е3 и непонятно, что черным делать то есть, ну, слон Е6 вроде бы есть лучший ход а если слон F3 тогда взяли GF и оказывается, что с пешкой D5 у черных жуткие проблемы а ход D4 приведет к тому, что уже белые разовьют сильную атаку все их фигуры набросятся на черного короля то есть, вот такие маленькие хитрости но я не знаю скорее всего и тот и другой соперник знали, что ну, как играть в белом то есть, ну я показал, в общем-то, вариант не строго обязательный начинающий с кодом конь GF2 при котором белые имеют плюс то ли на этом направлении то ли на каком-то смежном, соседнем но, судя по всему имелись у и у того и другого соображения почему так и поступать не надо и делается ход слона F5 ход, так сказать, не то что новомодный уже можно сказать старомодный он здесь практиковался делался неоднократно идея в чем состоит тут конь B3 ответ линиера Домингеса слон G6 черные парадоксальным образом отводят слона с F5 на G6 оставляя без защиты коня слона на C5 но здесь что важно что если ну, если взять на C5 то конь бьет C5 меняются потом белопольные слоны и черные за счет блокады по белым полям стоят хорошо у белых не может быть никакой атаки на вражеского кроля в случае конь C5 а если слон G4 ну, кажется, взяли взяли и выиграли пешку на самом деле это не выигрыш пешки а просто выхолачивание всего на свете потому что черные берут на F3 скорее всего сразу можно, конечно, разменяться вначале на D1 и взять на F3 ну, там свои плюсы у белых то есть какая-то инициатива а тут что взятие на F3 то есть черные не уступают пространство снова и если ну, как бы белые не играли самое естественное ферзь F3 тогда конь B2E5 позиция под выхолостилась упрощение полное и видимо, близка ничья то есть слон E4 для черных не опасно но у белых есть вот конь FD4 напрягающий соперника все больше и больше бить на E5 здесь не очень хорошо из-за F3 конь сгоняется или во всяком случае атакуется или его черным придется отдать или отдать слона на C5 но если сыграть не слон бьет D4 как было в партии а конь бьет E5 то после хода то проще еще слон E4 я какую-то хитрость начал вам вешать на уши можно просто взять на E4 потом взять на C5 выиграть фигуру проще всего вот а был в партии слон бьет D4 опять же это теория конь бьет D4 конь бьет D4 то есть как теория эта позиция встречалась неоднократно на практике и вот очень любопытные события дальше происходят F2, F3 играет Лениер Доменгис Фабиано берет на D4 у черных нет выбора отступать это совсем хода там пешка потеряется все развалится черные уступят по всему фронту белым а после взятия на D4 оказывается ход FE который не был сделан в партии ничего белым особо не сулит по причине ферзь B6 важный промежуток с угрозой D4, D3 шах ферзем если сыграть CD здесь то D3 шах ну вроде как король H1 ладья F2 ничего принципиально не меняет во всяком случае для белых не лучше потому что Dc все равно пешка защищена слоном ферзь должен куда-то отступить скажем на E1 тогда ферзь D4 но сейчас на доске материальные равенства но у черных страшная проходная Nc2 а у белых не страшная для черных проходная на поле D6 если сыграть вперед тогда ладья E8 висит пешка на E5 как ее защищать единственная возможность защитить ее это слон F4 там потеряется пешка на B2 у черных лишняя пешка страшная проходная Nc2 видимо решающие преимущества то есть E здесь играть белые не смогли бы если бы взяли фигуру и черные ответили бы ферзь B6 пришлось бы играть как-то ну лучший ход видимо слон B3 который поддерживает примерное равенство с позиции слабости для белых тогда взятие Nd4 ферзь E2 скажем как-то вот так вот E3 черные играют ну черные должны поставить свои пешки определиться с этими пешками и представить их не на белом поля тогда по черным полям будет полная блокада и у белых будет большое преимущество видимо решающее а по черным исключить заодно выключить из игры слона на E3 и лучшее за белых решение здесь это отдать этого слона отыграть вторую пешку за фигуру и оказывается что позиция просто выравнивается то есть это просто равенство материальное какое угодно выхолостилась сложнейшая позиция пришла к равному окончанию так вот не играет здесь F.E поэтому не берет эту фигуру оставленную у Фабиана крованой без защиты Лениер Домингис берет на D4 следует ладья C8 важный промежуток конь черных по-прежнему под ударом висит белый слон и удар на E4 чем бы то ни было для белых не выгоден на C2 слон подвисает поэтому слон B3 слон из-под удара уходит висит пешка на D5 но черные играют конь C5 и снова напрягают белых а такое белого слона что делать? ну слон E3 русший ход потому что если взять ферзем на D5 тогда удар на B3 у черных мощнейшая игра по белым полям у них доминация легкая а если сыграть скажем не слон E3 и не ферзь бьет D5 а слон бьет D5 то новые и другие проблемы начинаются у белых причем неразрешимые тогда следует ход конь E6 пренеприятнейший чтобы не потерять слона нужно отступать куда-то назад куда? если ферзь D2 то ладья C2 если ферзь D1 тогда шах отступает белый король другого нет и ладья FD8 или ладья Cd8 может быть может быть ладья Cd8 потому что все равно игра идет в связку этого слона лучше чтобы все было у черных защищено возле короля и ну черные выигрывают если конь D4 и ферзь D3 ферзь B3 попытка развязаться то конь D4 и все таки слон этот потеряется куда ни крути вот ну поэтому бить на D5 нельзя невыгодно белые играют слон E3 опять же все учтено слон D3 ответ фебя на коруану ладья D1 конь бьет B3 А B слон C2 зачем слон D3 прыгал черный чтобы заманить белую ладью на D1 и иметь этот самый удар слон C2 когда ладья встанет на D1 и отыграть пешку на B3 ладья C1 взятие на B3 ладья бьет A6 используют обстоятельства что ладья C1 защищена слоном стоящим на E3 ну меняться надо взятие взятие черный отвечает ферзь C8 атакует две фигуры ладью и слона приходится отступить на A1 белые ушли назад но оказывается вот если мы смотрим все в позицию что за счет лучшего слона а на доске разноцветные слоны у белых лучше не так уж жутко страшно смертельно для черных но у белых лучше и вот судя по всему на Лениер Домингис просто на это сознательно шел у него были определенные наработки играл относительно быстро Фабиано Круана тоже действовал быстро и хотя Фабиано Круана относится к шахматистам которые любят подумать он не то чтобы цить ночи хотя и цить ночи отчасти тоже но он такой шахматист классик который очень ответственно относится к принимаемым им решениям и поэтому если проблема возникает чисто шахматная то он ну задумывается тратит время может попасть в цить нот а если он знает все в дебюте иногда даже слегка блефует а-ля Каспаров скажем хотя не в такой степени то есть дебют разыгрывается мгновенно чтобы произвести впечатление оказать психологическое давление на оппонента типа того что я здесь все знаю у меня все проанализировано ну и это в общем действительно психологически действует на большинство шахматистов сидящих напротив тем более хоть скоро речь идет не о дистанционных шахматах а о шахматах очных шахматах как принято говорить оффлайн когда увидите своего сидящего напротив оппонента и так вот такая позиция и ферзь c4 играет здесь фабиана каруана вот уже здесь можно задать вопросы надо ли было черным так действовать может быть проще или точнее сыграть было h5 чтобы не было никаких на движении пешки f чтобы была возможность установить надежную блокаду на поле f5 иногда даже черные дадут пешку одну это не смертельно для них похоже таки они стоят по определению но не настолько ферзь c4 играет каруана кажется вот с разменяем ферзей все хорошо но ферзей с ним менять не будут ни с помощью срони 3 ни как-то иначе хотя срони 3 следует как раз срони 3 следует ну давай понять что размен на d4 полного счастья не приносит хотя не знаю ну надо не надо было играть ну здесь вот судя по всему вот в этот момент в этот период времени давайте прикинем все таки что такое удар на d4 как-то я вот так вот сразу сказал что меняться не очень то есть у белых плюсик появляется вот они начинают вытеснять фигуру соперника ладью на c1 пропускать нельзя потому что там по восьмому ряду будет мат когда слон черный уйдет или под связки придется встать а если скажем слон c2 ну можно теперь поскольку все перекрыто сыграть даже ладья a5 атаковать пешку слон d3 подтянуть короля ну восьмой ряд по прежнему слаб белый король идет на e3 у белых и слон хороший ладья и король то есть понятно что плюсик есть и играть неприятно черными хотя конечно першпиль держится ну сыграл не так сыграл в связи с тем что не хочется меняться идти в заведомо худший эмшпиль в котором еще мучиться 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 перед тем как сделаешь ничью сыграл слон c2 фабиана гаун следует e6 вот судя по всему этот ход e6 недооценил в своих так сказать предварительных расчетах фабиана каруана ну можно здесь скрать афье тогда белые играют ферзь e5 собственно в этом хитрость если взять на d4 тогда белые могут промежутки ударить на f7 взять на d4 и при ослабленном черном короле и возможности атаковать его сбоку белой ладью приставать и так далее ну все таки и черным защищаться трудно у белых явные заметные преимущества нерешающие наверное заметные вот а если афье тогда ферзь e5 как я уже говорил скажем ферзь c6 а что делать разменять то ничего нельзя на e6 пешка висит надо вроде и защищать тогда слон d4 висит пешка и вот здесь очень важный момент вот кажется что атака белых инициатива белых зашла в тупик и может быть как то издалека в предварительных расчетах прикидках и так далее и фабиана каруана недооценил опасность этого положения ну здесь можно сыграть ладья а7 вот этот ход не строго единственный ферзь b8 тоже можно как бы но на самом деле без идеи ладья а7 все равно белым ничего извлечь из этой позиции нельзя после ладья а7 у черных тяжелейшая позиция у них лишняя пешка но как защищать пешку стоящую на поле g7 не очень то видно скажем можно ли сыграть вот такой вопрос ферзь e8 ну во первых значит если ладья бьет a7 тогда шах 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 и добрались до пешки g7 доминация белых по белым по черным диагоналям слабые черные пешки плох черный король и так далее давайте повторим этот вариант просто он любопытен очень сыграли слон d4 ладья f7 можно ли сыграть здесь ферзь e8 вот такой вот странный вопрос тогда белые играют ладья a6 атакуют пешку стоящую на e6 что делать но если слон f5 то g4 потом ладья бьет e6 ладья e8 черные гибнут если сыграть ладья f6 ну я не знаю ладья e7 какое-то малое утешение если ладья f6 тогда ладья b6 с угрозой ладья b8 на ладья e7 тот же самый ход ладья b6 с угрозой ладья b8 ну и перегрузка то есть никак не защитите одновременно и своего короля и пешку e6 если ферзь d7 или ферзь e7 ну давайте ферзь d7 сыграем тогда можно снова сделать еще один неторопливый ход слон c5 взять под контроль поле f8 ладья b8 угроза неотвратимая но можно вроде попытаться сделать форточку куда-то убежать тогда ферзь b8 король идет на поле h7 вероятно но другого нету на спути и белый играет ладья b7 то есть добралась таки белая ладья на до седьмого ряда надо играть ферзь c6 и белый играет ферзь a7 защищая одновременно и слона и атакуя пешку g7 вроде как единственная защита ладья g6 и теперь слон d4 и все вот все вот теперь практически все потому что пешка g7 незащитима вообще вот геометрические действия белых фигур производит на мой взгляд очень сильное впечатление вот со стороны может показаться ну что вот такое вот е6 белые сыграли а там fe или f6 вообще ферзей можем поменять а вот в варианте еще раз повторю fe ферзь e5 затем д4 начинаются огромные проблемы после хода ладья a7 совершенно удивительного вот таком вот варианте то есть белые постепенно нагнетая давление перегруппироваться создают угрозу я повторяю не без некоторого удовольствия этот вариант отнимают поле f8 затем играет ферзь b8 затем играет ладья b7 затем переводят ферзя на a7 атакуя пешку g7 слон d4 и все задумался атакуя неприятный конечно стало меняться на d4 тяжелейшая позиция после взятия на f7 пробежуточного слона d4 он сыграл f6 следует f7 теперь белый ушел из-под размены пешка я сохранилась доминация по белым полям остается сказать что белых выиграны нельзя но плюс уже такой выраженной очевидной позиции черных тяжела слон f6 играет каруата отводит своего слона теперь ладья c1 ферзь атакует белого слона слон защищен но не в этом даже главная идея черных не то чтобы не та чтобы сковать белого ферзя защиты слона а предотвратить вторжение на что последует мат мат в один ход ферзь c1 разумеется зевать белые не собираются это играют h2 h3 создают такие угрозы вторжения на c7 чтобы у белого кроля было поле на h2 форточку белые сделали ну и теперь d4 общий ход с горя ну что делать потому что ведь почти неотразимая угроза ладья c7 ну король h8 это под все там атаки пешка е живая ну d4 наверное разумный в практическом плане теперь если слон бьет d4 тогда ферзь бьет е6 ну и черные близки к уравнению шансов в белых если есть плюс то минимальный поэтому надо играть ферзь бьет d4 ферзь ушел назад ладья е8 ладья c6 защищая пешку и когда черные сыграли ферзь d3 предлагая снова разменять ферзей уже без пешки уже в противной ситуации то белый ферзь конечно теперь же отказывает в этом играет ферзь a7 с угрозой ладья c7 король h8 отчаянная попытка защититься теперь слон d4 видим веро почти форсированной победе я не буду показывать варианты я думаю что вы мне поверите доминация выражена и так далее но то что сделал здесь ленинардоменгис по большому счету не хуже а по-человечески более естественно он увел своего короля из-под шаха взять и на e3 теперь можно уже при случае жертвовать ферзя скажем так не ферзя а жертвовать слона активизируя ферзя и что делать ну лучший ход здесь был ферзь b3 вот я наверное зря сказал что король h1 примерно дровоценный ходу слон d4 на самом деле ход ферзь b3 позволял черным ну как-то защищаться и более-менее успешно и здесь ну лучший ход может быть e7 потому что мат поставить нельзя атакованный пешка b2 атакованный пешка стоящая на поле e6 сразу мат не ставится если даже белая ладья прорвется на g7 то может быть отдана или выиграна пешка e6 и черные как-то держатся ну просто сделан ход слон h5 мало уже времени оставалось у фабиана круана он истратил уйму времени на то чтобы найти какие-то переводы защиты и так далее я думаю что фабиана вначале недооценил опасности которые могут подстерегать а после этого когда уже столкнулся с трудностями после четкой игры очень соперника ну начал думать 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 и ничего хорошего не придумал ход слон h5 не помогает в полной мере из-за хода ферзь c5 еще одного сильного хода угрожает ферзь бьет аж 5 слона и радья подвисает поэтому на e3 черный не успевает отобрать свою фигуру у жертвы не проходит то есть здесь вообще ничего нет на самом деле ну потому что сдать шахс f1 отступили королем ну еще одну пешку забрать а что ну так вот да взяли на f3 можно забрать там слон f2 фигуры нет ничего нет хорошего у белых проходная на e6 и у белых они у черных атак абсолютно выигрышная позиция поэтому нужно после этого поскольку слон атакован отступать назад потерять время белые активизировались и они играют в лагиа c8 то есть вот казалось что все лидер домингис проводит великолепную партию четко ну после хорошего так вот хорошей дебютной заготовки анализа все четко доводит и действительно вот аж 6 взятие на e8 слон бьет e8 и здесь задумался времени было тоже не так много у домингиса намного больше у курана у курана просто меньше минуты оставалось а контроль кстати какой из контроль сейчас сделан 37 ходов то есть это 37 ход черных слон бьет e8 осталось сделать 3 хода у линьера домингиса было где-то около 4 минут а с учетом без учета 30 секунд добавления после каждого хода а у фабиана каруада меньше то есть всего лишь секунд 50 так я не гарантирую точность но порядок величин таков и вот здесь почему не сыграл линьер домингис ферзь f8 затем ферзь бьет e8 и затем ферзь бьет b5 непонятно то есть понятно что ему было жалко пешку e6 на самом деле этот эшпиль выигрывается как принято говорить рукой надо сделать один четкий ход вот такой вот b4 вечного шаха нет если шах дать e1 то с e5 уже невозможно дать шах видимо упорнее всего ну или как как бы упорнее всего ферзь d6 но тогда белый ферзь занимает великолепное поле на c5 вот издалека так по внешнему виду позиции не бросается в глаза не очевидно что стоя на c5 белый ферзь проорирует все попытки черного ферзя дать вечный шах ну вот шах даем откуда то еще дать шах нельзя но поля c7 d6 e5 контролируется белым ферзем пешка b может идти вперед до b6 дойдет а так ферзь c7 а если даже черный ферзь проникнет на поле f4 и даст с этого поля шах белый король отступит и ничейный механизм вечного шаха шахи по поля f4 c1 в данном случае не проходит потому что ну потому что ферзь c5 контролирует поле c1 иными словами белая пешка доходит до поля b6 ферзь c7 и она проходит ферзи какие попытки черного что-то такое предпринять вскрыть позицию белого короля они здесь совершенно не серьезно то есть просто элементарно вот выигрывает вот есть принцип от добра до брони еще и то что я показал ну лежит на поверхности но видимо на основании внешнего впечатления лидерта мингерс считал что ну в общем то можно в ферзевом окончании столкнуться с какими-то шахами черный ферзь начнет создавать угрозу в этих шахахах в диагонале h2 b8 а то обстоятельства что вот посчитать аккуратненько посмотреть как великолепно расположен белый ферз c5 в этом этапе ну не дошли руки тем более что он увидел ход сломбит h6 выигрывающий вторую пешку вот сломбит h6 выигрывается вторая пешка проходная на поле е3 времени так много все равно меньше четырех минут на размышления над одним ходом и он оставив себе меньше минуты сделал этот ход все учтено тактический ход проходит вот бить плохо потому что там шах-шах ну легко белый выигрывает добираясь шахами ну давайте я вот сделаю этот слабый ход и просто продемонстрирую то элементарное обстоятельство что тогда дается шах с поля е7 и куда бы черный король не отступил на g6 на g8 на h8 ферзь бе8 это шах и белые сразу выигрывают но черный играет король h7 ну приходится отступать пешку белые забрали и теперь ход ферзь b3 просто видимо форсировал ничью какой это по номеру ход давайте взглянем этот ход уже за пределами собственно говоря нет этот должен был это тридцать девятый ход ферзь b3 был сыгран а ферзь b30 тридцать девятый ход ну не было времени у курана он делал видимо просто ничью двух пешек у черных нет висит на e6 висит на b2 ну и после сильнейшего хода белых а не надо забывать что еще и слон висит то есть если ферзь e7 то ферзь бе3 ферзь бе8 и шахи по полям f1 f4 и так далее и стандартный механизм вечного шаха в полной мере проявляют себя то есть если сыграть не e7 здесь а устремиться куда-то вперед давайте я сделаю этот не очень хороший ход условный тогда бьем на e3 отдаем слона и начинаем шаховать по полям c1 и f4 но если g3 тогда шахи сбоку ничья если куда-то сюда то шах с c1 если вперед пойти то все равно ничего не получается поскольку если идти на g5 тогда мы даем шах в поле g5 наступление на h2 возвращаемся к тому чего мы начали ферзь f4 ничья но если здесь сыграть e7 тогда ферзь бьет b2 и черные успевают вот в этом варианте после хода ферзь c8 дать шах встать на g7 на g6 всего лишь одна лишняя пешка у белых проходная на e7 но она заблокирована надежно двумя белопольными фигурами с ладовым ферзем никуда дальше не пройдет ничего пешка на v5 защищена ну и в общем это практически просто легкая ничья ну вот так вот видите упустил линия добились простую победу правда после хода ферзь b1 слон c1 лучший ход и ферзь a2 ну еще игры вагон потому что две лишние пешки но смотрите как черные лишние две лишние пешки у белых как черные встали удачно как здорово они встали своими фигурами слон прекрасен у черных наконец-то был плох ферзь стоит вот здесь вот ждет когда белая пешка пойдет вперед а без этого продвижения трудно h4 играет ленира домингес уже время какое-то было провоцирует фабиана каруана продвижение этой пешки играет слон c6 хотите играть e8 меняйтесь 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 но там близко к ничьей потому что ферзь беда d4 шах и ферзь b2 то есть e8 ферзь разменяется ферзь беда d4 шах и ферзь b2 то есть вот это привело к тому что пешку белых удалось звонить на e7 теперь надежнейшая блокада h6 ферзь c6 белые кое-чего добились но пешка f6 защищена и оказывается хотя у белых и перевес но выиграть трудно ну честно говоря надо было играть g4 не портить свою структуру потом отправить вперед короля ученых все равно тяжелая защита причем предстояло бы спастись нелегко но все-таки это ближе наверное к ничьей чем к выигрышу белых а вот b4 не совсем удачный дальше как-то начал неубедительно реализовывать усиливать свою позицию лидер домингес но он был безусловно расстроен я не знаю увидел он понял ли он что он мог просто перевести игру ферзевое окончание он видел это наверняка как одну из интернатив рассматривал вот но отказался от нее а тот имеет вот такую позицию и Фабиано Куранер как принято говоря отстоялся я не буду показывать до конца что здесь происходило потихоньку потихоньку позиция из явного преимущества у белых хотя не решающего может быть приближается к равенству отчаялся вот так вот спокойно усиливать позицию а непонятно как ее усилить лидер домингес а Фабиано Курана демонстрирует чудеса цепкости хотя ничего экстраординарного черные не делают вот уже отдали пешку потому что когда черный ферзь начал давать шахе то понятно что белому королю никуда не деться отдал шах пешку на Е7 линьер домингес но это уже просто понятная ничья но и до ничьей уже совсем недалеко угрожала ферзь бюджет 4 взевать пешку не надо а тут ферзь g5 отступление ферзь h5 отступление слон е3 ферзь d3 короче говоря вот шах пожалуйста с h6 ну там гроз нет поля же 6 е8 контролируется черными фигурами никакой атаки нет а на f3 висит ну поэтому слон е3 перекрывая третий ряд отступление ну и вот такие вот пироги такие пироги ну короче говоря показываю партию до конца очень напряженная очень любопытная в любом случае партия хотя концовка конечно ее в познавательном плане не столь любопытна не столь интересна как то что происходило в дебюте в митлюшпиле ну вот одна напешка f3 белый берут на f6 и все отбяты f6 слон d4 играть нельзя слон связан позади к слона находится белый король на f1 поэтому просто размен-размен соперники согласились на ничью вот такая штука ну собственно давайте я подведу итоги первых трех турах американского чемпионата я думаю немножко в другом порядке все это делать ну давайте вот так все таки поступлю итак чемпионат соединенных штатов положение после третьего тура вот такое фабиана каруана чудесным образом спавшись в партии второго тура против линьера домингеса возглавляет вместе с Весли Сауре Робсоном и Сэмом Сиганом первое и четвертое места ну никто кроме фабиана каруана подобных испытаний из лидеров не имел на турнире то есть не играл с линьером Домингесом не попадал в трудную позицию а вот четверка лидеров такова пятое и девятое места делят линьер Домингес Сэм Шэнфинд Лазаро Брозон не знаю Брузон или Брусон как правильно говорить я думаю что поскорей Брусон ну в соответствии с транскрипцией такой изначальный пишем Брусон Александр Нендерман и Джон Берг то есть уже нижняя часть турнирной таблицы если не считать конечно Джеффри Шонга который очень неплохо себя зарекомендовал но здесь выступает пока что неудачно выглядит нижняя часть турнирной таблицы вполне предсказуемая ну и целый ряд любопытных партий а наверняка на чемпионате Соединенных Штатов пойдет упорная борьба за победу в турнире за лидерство потом за победу в турнире иными словами любопытные партии нам еще предстоит увидеть я повторю еще раз перед тем как переходить к суперфиналу российского чемпионата его состав состав российского чемпионата который выглядит вот так я довольно много философствовал глядя на эту табличку то есть в российском суперфинале который по среднему рейтингу примерно споставим нет у нас конечно восьмисотника каруаны нет шахматистов которые близких в 2 800 лидер рейтинг списка состав участников это Дмитрий Андрейкин все-таки самые-самые здесь не принимают участие ну любопытно как выступит Андрей Истепенко безусловно Кирилл Алексеенко который играет очень плохо Владимир Федосеев я уже перечислял называл эти фамилии ну и конечно прежде всего было интересно как в компании мужчин будет себя чувствовать Александра Горячкина вот отдаю должное Александре ее тренером меняю кстати титр чтобы не вводить вас в заблуждение и начинаю с партии первого тура между Павлом Панкратом и Александрой Горячкиной то есть вот играет Александра с мужчинами не тушуются она уже давно не тушуется и за различные крупные команды выступала иногда на первой иногда на второй доске то есть на высоких досках имеет сильных оппонентов мощных оппонентов и выиграла очень достойно и вот сейчас в суперфинал суперфинал и может быть еще одно обстоятельство я вот не буду рассказывать о женском турнире не сегодня может быть в дальнейшие дни потому что в связи с тем что наши девушки блистательно совершенно выступили на нескольких турнирах в первую очередь конечно это командный чемпионат мира в котором они выиграли сыграли блистательно скажем речь идет в первую очередь об Александре Костенюк и о Катерине Лагно но там играла также Александра Горячкина ну короче говоря состав женского турнира не звездный то есть первые номера наших женских шахмат не принимают участия но Александра Горячкина по объяснимой уважительной причине что она играет в мужском турнире что конечно интереснее ну сейчас называется не мужские турниры а open турниры open в которых могут идти и другие вообще все турниры где допускается участие мужчин называется турнирами open а где мужчины не имеют права играть женскими турнирами такое странное определение но формализовало немножко ситуацию итак Павел Панкратов против Александра Горячкиной первый тур что было в этой партии первый ход Павла Панкратова Е4 Е5 отвечает Александра Горячкина конь f3 конь c6 d4 здесь интересные вещи происходят взятие на d4 вообще вот в последнее время мысли обладателей белых фигур устремляются куда-то в какие-то гибридные схемы то есть они на третьем ходу если хотят не играть социальянскую защиту играют далеко не всегда а ход d4 на третьем ходу не означает что будет шотландская партия поскольку после взятия d4 белые могут сыграть слон c4 так как ход слон b4 шах c3 но это опасно для черных у белых мощное развитие сильная инициатива и поэтому слон c5 сейчас играет можно конь f6 играть это другая так сказать другие пироги хотя чем созвучный к тому же самому может все это прийти к тому что мы сейчас увидим белые в принципе здесь могут не рокировать а панкратов могут сыграть c23 конь f6 самый принципиальный ход поскольку бить там не очень то там слон бьет f7 ферзи d5 уберут преимущество если есть cd тогда получается просто известная позиция из итальянской партии со сходом слон b4 и у черных все в порядке поэтому самый жесткий современный ход ну современный новое хорошо забытое старое так вот когда то здесь во второй половине 19 века многие шахматисты и тогда начинается или могут начаться любопытные осложнения после d5 черные обязаны играть d5 слон b5 конь e4 cd ну и вот сейчас вот очень актуален вот такой вот вариант несколько партий я показал на эту тему в последнее время ну не будем отвлекаться 0-0 короче говоря это павел панкратов черные отвечают d7 d6 вот конь f6 то есть если бы черные сыграли конь f6 если бы горячин сыграл конь f6 а не d6 то получилось бы это хорошо известная классическая позиция белые могли бы ответить e5 теперь если конь g4 то после слонов 4 у белых инициатива и неприятно немножко с конем у черных после g3 у белых плюс конечно безусловно вот а если сыграть d5 то может начаться так называемая атака макса ланге на королевском фланге которые посвятили анализу которой посвятили уйму времени написали уйму аналитических статей многие шахматисты в том числе михаил иван чегорин первые из числа таких знаменитых входящих в мировую риту российских шахматистов и он опроверг представление или мнение о том что вот в атаке макса ланге вот в этом варианте ничего особенного у белых нет что черным так хорошо потому что у них два слона мощный центр забрал добралась пешка до поля g7 ну и ладно ну вариант основной такой конь g5 главный ход за черных ферзь d5 теперь конь c3 бить коня нельзя и за ферзь бьет d5 слон на e6 связан белой ладьёй а если отступить на f5 тогда конь e4 атакован черный слон слон e7 скажем есть конь g3 это уже так сказать некое новшество то есть чеволин не настаивал на такой трактовке этого варианта но здесь в чем еще хитрость очень любопытно и белый играет ферзь h5 предлагая размен ферзей в ситуации которая вроде бы не предполагает не располагает к такому размену если поменяться то на e6 будет висеть если разменяться на g5 после этого разменявшись на h5 то конь f6 появится угроза но если здесь сыграть ладья бьет g7 забрать пешку которую отдают но ферзем брать нехорошо потому что на e6 висит пешка f7 будет связана в случае ферзь бьет g7 конь бьет e6 белый сразу выигран а тут очень красиво взятие на e6 взятие конем на h5 брать нельзя черные остаются без фигуры после конь бьет g7 шах и конь бьет h5 нужно играть ладья f7 тогда конь бьет c7 тогда конь бьет a8 у белых снова лишняя фигура конечно черные могут ее отыграть с помощью хода ладья f8 но в так сказать основном варианте посчитаем что получилось у белых лишняя пешка и шансы на победу то есть это вариант не форсированный но утверждать что хотя бы один из ходов сторон заведомо слаб и что этот вариант не имеет отношения к оценке позиций нельзя то есть это вариант на котором зиждется много чего как стержневой вариант ну вот конь f6 черные поэтому не играют на атаку макса ланге не идут играют d6 следует c2 c3 ну dc опасно можно но опасно не стало так играть Александр Горячина в чем хитрость так сказать в чем особенность позиции у белых просто большая компенсация сильная атака после ферзи b3 с атакой пешки f7 ферзь f6 лучший ход за черных конь бьет c3 с угрозой конь d5 и здесь не совсем понятно можно ли белыми рассчитывать на такой стремительный наскок сокрушающий все на своем пути потому что если играть естественно слон g5 ферзь g6 конь e29 конь f4 то черные конечно не берут на e4 тогда после слон бьет f7 шах с последующим ферзь h5 с угрозой ферзь f7 мат у них преимущество у белых ну ферзь d5 например все таки слон e6 это штука давайте слон e6 сделаю ход любопытство разбирает там на b7 висит и это конечно обстоятельства весьма существенные белые сразу в обжорный ряд входит забирают несколько пешек ничего у них особо не подвисает на e2 смысл особо брать нет потому что белые легко отыграют материал ну давайте прикинем ладья b8 промежуточный исход слон бьет e7 заставляющий черных не брать конек из-за ферзь бьет b8 надо брать королем поэтому или играть король g8 взять королем тогда шах с c7 и черным плохо поэтому надо вообще отступать ну и тут уже белые временно выиграли материалы и понятно что у них переезд то есть это к вопросу о ходе слона e6 угрожает ферзь f7 мат напомню а если ферзь d5 тогда конечно не все так не так много у белых но все равно очень прилично ферзь c3 у них преимущество это к вопросу о слабом ходе ферзь b4 я его слабым с самого начала обозвал ну если можно сыграть конечно не ферзь b4 в этой позиции а короткую рокировку сделать тогда ладья e1 вставая в засаду косвенно защищая пешку e4 поскольку в случае ферзь e4 а сколько коня будет висеть конь на e7 и черные потеряют фигуру ну поэтому вроде как h6 типа так надо играть конь f4 ферзь h7 загнали ферзя куда-то в угол но позиции после этого оказывается примерно равны то есть белые вот так вот на последнем вздыхании пошли вперед а по большому счету в этом варианте ну пешку они отыгрывают вот играют вот так вот теперь b6 неправильно кстати вот я ухожу в сторону куда-то но просто на подобного рода вариантах зачастую держится оценка и держится замысл оценка позиции благоприятная или равная скажем благоприятная для одной из сторон ну и варианты вот если b6 тогда у белых лучше тогда они играют слон d3 чтобы занять поле е4 или ферзем если черное неосторожно куда-нибудь отступит куда не надо ферзем например на h5 или после ферзь е6 ферзем все равно вот f5 лучший ход иначе опасности большие черных подстерегают теперь взятие ферзь b4 взятие взятие на f6 слон d5 важный промежуточный шаг теперь ладья е8 черные напряжены надо отдать пешку что происходит в таком варианте взятие взятие затем ладья е7 шаг затем конь е5 лучший ход слон d5 у ладья бьет c7 у белых получше позиция непроста но символически лучше у белых там есть идея конь g4 конь г6 шаг на всякий случай чтобы вы ладья е8 просто так не играли с контратакой хотя надо играть ладья е6 уводя ладью из-под удара и заодно из-под двойного из-под двойного удара да и не оставляя без защиты пешки во все вот это к вопросу о ходе b6 у белых все-таки лучше а после хода ладья е8 в этом варианте ферзь бьет c5 начинается полная размена разгрузка равная игра то есть черные могут и dc попытаться сыграть но этот вариант конечно не исчерпывает все богатство позиции это понятно ну александр горячкин играет слон g4 то есть это более солидное решение хотя выглядит более рискованным потому что всякие ферзь b3 возникает ферзь b3 так и играет здесь панкратов теперь если слон f3 что заслужило внимание вот это заслужило внимание я не знаю честно говоря почему сюда александр горячкина не пошла ну главный вариант такой gf теперь конь f6 черные конечно пропустили слона на e7 лишились рокировки но белые скованы защитой этого слона а прикрытие белого короля испорчено конь e5 угроза реальная и например если сыграть слон c4 вариант опять же не обязательный но показательный ферзь d7 ферзь b7 просто проигрывает здесь так играть нельзя и зародя b8 отступление теперь конь e5 висит на f3 но если сыграть король g2 то все равно взять и на f3 если взять и на f3 тогда мат в один ход это мат между прочь ну а если сыграть здесь h3 тогда конь h4 шаг ну и d5 подключая слона к атаке слона c6 с c5 который хочет дать шаг с поля d6 например взятие 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 теперь ферзь бьет d5 угроза мата на g2 здесь проще даже не конь f3 там просто матуют черные с помощью красивого ладья беду 2 ну собственно ради вот такого такой жертвы с отвлечением во многом я и показываю этот вариант хотя можно было бы его прекратить уже то есть ладья беду 2 шаг ну и в главном варианте черные дают шаг на f4 и матуют первого края на по g2 так красивенько хотя конечно дешевые красоты но элегантные надо отдать должное это в случае хода ферзь беду 2 но в случае хода король g2 пытаясь как-то загодя что-то такое предпринять не пустить ферзя на h3 черного чтобы пешка f3 была защищена ладья е8 и позиции черных не то чтобы выигрышные нет не выигрышные но у них просто лучше просто лучше просто приятнее инициативные позиции и так далее хотя вся борьба была бы в этом случае впереди но ход с родов в связь я не знаю что имел ввиду Павел Панкратов в этом случае что-то наверняка имел просто так такие варианты не идут может быть заготовка какая-то ну горячкин играет ферзь d7 опять же отдаем должное ее хладнокровию конь бьет d4 конь ушел из-под удара все нормально но конь опять очень сильный ход бить на d4 опасно у белых сильная инициатива а тут инициативы нет почему? ну потому что меняются слон c4 главные убойные силы белых затем черные заканчивают развитие h3 пожалуйста слон e6 ферзь отступает меня слон e6 чуть хуже у белых будет и не лучше ну и вообще есть просто у белых чуть хуже теперь слон бьет h3 и урок ничьи вот не буду показывать вариант бывечного шаха но при лучшей игре соперниц и соперников ну скорее всего ничья а слон бьет d4 это ход на борьбу и может быть стоило сыграть d5 у черных нет проблем у черных чуточку лучше блокада по белым полям наверное надо играть e5 ну поле f5 надежное полное распоряжение черных фигур сыграла f5 здесь Александра Горячкина опять же ну я уж не знаю осуждать точно ее за это не надо может быть даже восхититься надо ее так сказать стремлением сыграть жестко на победу мне так кажется вот но объективно все-таки преимущества у черных здесь нет но замах понятен так сказать устремленность понятна конь бьет d5 угрожает ферзь рентгеном атакуется черная ладьё с e8 конь d5 угроза ну поэтому ферзь отступает на d4 a7 a6 чтоб пешка не висела и ладья e1 не опасаясь хода коней f5 который был возможен но ничего не давал черного во всяком случае вот это был не лучший ход чем то что сделала горячка на минутку ферзь f5 если конь f5 то ферзь отступает ферзь g4 сильнее всего конь связан и ничего не получается особенно такого страшного и ужасного для белых у черных можно сыграть h5 потом взять на e3 но это уже ослабление то есть черные тоже идут на уступки а ферзь f5 это ход создающий угрозу пешке d5 угрожает конь bd5 ладья пешка защищена теперь a6 h6 профилактика и начинается вот такая игра в которой несколько неожиданно ферзь c8 хладнокровная ну и видим ход a4 позволял белым удержать равновесие с позиции слабости а был сыгран с лунда 4 полу так сказать оптимистично поле f4 открывается для черных фигур и после размена-размена можно было сыграть ферзь f5 переходя в сильную атаку то есть я про поле f4 не зря сказал этот ход конечно требует спортивного мужества определенного интуиции вера в атакующий потенциал собственной позиции потому что ферзь бьет b7 тогда ферзь f4 шаг выигрывается фигура то есть пешка b7 защищена а если давайте повторю этот не ферзь b7 а если нет то что делать ну как ни странно лучший ход кажется чуть ли не ладья e3 допуская взять nd5 и игра без пешки но белые там перебрасывают ладью f2 бить опасно в этом варианте после ладья e3 из-за ладья g3 там инициативы какая-то у белых а если взять на d5 то просто лучший короче говоря вот ни того ни другого ни этого варианта с зевком фигуры не было был сыгран здесь не ход сделан не ход ферзь f5 александр горячкин и ход ладья e8 ну поменялись поменялись и в общем казалось дело идет ничьи но пешка d5 это слаба поэтому атаки на короля черных у белых здесь быть не может потенциала атакующего не хватает слоны f7 прицепились к пешке f5 но ферзь g3 стоило сыграть и у белых больше шансов на успешную защиту а речь идет только о том что белые должны спастись почему на самом ферзь f8 там ферзь g4 вот так вот отдается пешка что важно конь идет на f4 и затем белые просто занимаются профилактикой и делают ставку уповают на то что у них за пешку позиционные компенсации это действительно так у белого короля гораздо лучше прикрытие чем у черного пешка g7 хроническая слабость свои пешки активизировать черным трудно конь h5 идея возникает периодически короче похоже что здесь белые просто строго удерживают позицию и дальше играют правильно но было сыграно здесь не ферзь g3 а павел панкратов сыграл кони f4 защитил пешку ферзь f5 пешка гибнет в коне атакован бить на b7 времени нет надо играть ферзь g3 теперь g5 вот этот сильный ход я думаю угрожает мат ферзь g7 этот ход который одновременно и уводит пешку из-под так сказать матового удара ферзь бьет g7 и атакует белого коня обеспечивает черный выигрыш пешки d5 и очень неплохие шансы на победу просто здоровая лишняя пешка ферзь e5 вот так вот конь e2 ферзь бьет g3 вот похоже но здесь не решилась Александра Ильичина взять на b2 по-видимому это было правильное решение хотя такое страшновато ей было времени так много 31 ход сделан играла она здорово не я скажу что безупречно во всех отношениях но здорово играла сильно на хорошем браспельсовском уровне ну вот она бьет на g3 увидит что просто может перевести игру в окончание с лишней пешкой пусть и разноцвет тоже шансы на победу у черных и начинается вот такая вот такое маневрирование то есть ощущение что белом до ничей еще достаточно далеко собственно ощущение правильное пешки черных в центре могут быть надвинуты это правильная идея f4 если бы черные сыграли здесь d5 если бы так горячки сыграло то не знаю смог бы или нет ее соперник Павел Ланкратов унести ноги то есть здесь важно что здесь важно не терять времени не давать белом раскрутиться и поставить фигуры как надо а конь e4 такой внешне заманчивый ход атакующий белого слона после слона а3 приводит к тому что это не удается сделать здесь d5 тогда вперед тогда конь c3 конь на e4 оказывается плохой фигурой он встает под размен и размен на c3 это просто ничья разноцвет ничейный а не меняться то уже трудно если уйти конем то потеряется пешка на c5 а конь c3 bc ну вот скажем b6 h4 еще подменялись немножко с фланга образовали новую сулаву сбить на h4 не очень поскольку слон бьет h6 вот здесь конь e4 ход оказался не просто полезным или частичной потерей времени а очень вредным поскольку он позволял белым разменять коней но d5 естественно не было сыграно было сыграно b6 и здесь Павел Конкратов делает тот же самый ход конь b3 снова выигрывает время заставляет черных отступить с потерей времени у белых консолидация белые отбрасывают фигуру соперника на бок b4 сильный ход образующий хотя вроде бы две связанные проходные образуются у черных но они не идут а пешки черных до некоторой степени являются слабостями поскольку менять коней черные не имеют права даже после получения двух связанных проходных так как в разноцвете без участия и без помощи короля две связанные проходные не идут такой вот известный факт ну мы опираемся не на этот факт а просто на конкретную позицию ну слон e8 было сыграно король g3 слон c6 h4 опять же вот принцип двух слабостей взятие взятие bc и мне казалось что партия неотвратимо идет ничьей король f6 может быть было поточнее чуть больше проблемы у белых делать ничью нелегко еще было бы король h6 это снова потеря времени то есть вот здесь конечно Александр Грячкин немножко не то стало делать уже сороковой ход пройден уже 30 секунд добавлено ну вот здесь ход a4 видимо давал белым довольно четкую достаточно четкую ничью был сыгран король e2 ход ужасный вот позиция коварная то есть может быть уже как-то так привык павел панкратов что все у него в порядке проблемы нет можно сыграть и король e2 а куда король идет большой секрет на самом деле король теряет контроль над важнейшим полем g2 и ход с рон g2 прекрасный ход который сделала здесь Александр Грячкин дает черном приличное преимущество большие шансы на победу снова уже почти ничейные позиции совсем кони f2 может быть и лучше было но все равно черные играли король e5 и получали шансы на победу было сыграно конь g1 король e5 черные централизовались в целом ряде вариантов они могут отдать пешку g5 за две пешки после коня f6 образуются связанные проходные правда поле a1 не того цвета это конечно смущает смущает Грячкину но и вообще дает белому какой-то дополнительный шанс им немалый на спасение уже на последнем рубеже ну король f2 и теперь ход к слон h1 возможно выигрывал партию вот он не был сделан на c6 наступила здесь Александр Грячкин в чем хитрость слон не должен мешаться под ногами если скажем конь e2 тогда конь f6 если слон бьет g5 то зевается вилка и теряется слон на g5 брать нельзя надо играть король g3 теперь конь e4 теперь слон f3 но здесь уже видно что белому плохо потому что доминация черных и пешки проходные идут и белый король на h3 где-то на шибе в ауте нельзя вот если конь e2 если конь h3 тогда конь f6 также слон бьет g5 теперь слон был защищен конь e4 не опасно но конь бьет g4 взяли на f5 сказать что это совсем выигранное я не могу потому что то же поле a11 дает какие-то надежды на спасение но объективно видим проиграно у белых там слон e7 король e6 потом постепенно аккуратненько-аккуратненько начнем двигать пешки ну и наконец если сыграть король g3 не король e2 не конь e2 и не конь h3 а король g3 тогда слон отступает и важно в отличие от того варианта который мы увидим в партии что у черных лишний темп точнее сказать белый король на один на один ряд дальше от театра военных действий скажем конь бьет g5 конь бьет g5 и вот эта позиция выигрышная у черных а при короле более близком была бы ничейная то есть d4 скажем примерные варианты похоже что ну не похоже просто это факт медицинский я частично доверяюсь компьютерам в оценке белые пешки черным слоном легко задерживаются по одной из белопольных диагоналей а черные пешки не могут быть задержаны белым слоном а издалека заблокировавший белые пешки черный слон может поддерживать на движение своих проходных вот такой вот дословно долгий такой длинный оборот я использовал но мысль я думаю отразил достаточно понятно итак слон h1 выиграл слон c6 приводит к тому что белые успевают защититься слон уходит из опасной зоны от всяких двойных шахов отступает на поле c1 теперь ход король e4 ну заслужил внимание черные сохраняли большие шансы на победу вот отдав пешку на g5 такой редакции похоже что здесь белые держатся при наличии коня который все еще активен и может отдать себя за эти две пешки одному слону при размене коней вот размен коней на самом деле вопреки обыкновению здесь сильнейшей стороне был выгоден вошел шансы на победу вот слон e4 было сыграно конь h3 слон бьет f5 ну здесь выбора особого нет на самом деле потому что здесь уже отказ отхода слона бьет f5 приводил к почти форсированные ничьи потери пешки g5 пешки не успевали пройти белый король достаточно близок к ним и вместе со слоном он может их задержать в отличие от той позиции которую мы смотрели при белом королье на h3 когда белым было плохо ну слон бьет f5 на самом деле какие-то шансы еще есть практически у черных на победу но объективно это конечно ничья и давайте посмотрим как проходила борьба дальше d4 здесь белый обязан взять на d4 конь бьет d4 делал ничью проще чище безвариантнее а ход слон бьет d4 вот замечу еще одно обстоятельство которое побудило может быть Александр Горячкин поменять своего слона отдать своего слона а не коня за две пешки то что теперь фактор поля a1 несущественен то есть пешка того не того цвета поля того не того цвета при коне это несущественно она всегда того цвета но до этого дела не доходит здесь правда есть некоторые нюансы вот конь e6 играли черный конь b4 теперь ну скажу сразу ход a5 после конь c6 и ход конь c5 после а5 приводили к ничьей ход g4 сделанный Горячкиной коварен поскольку ставит ловушку ловушка стоит в том что если белые пешку вот так то они проиграют g3 теперь если король g1 тогда король f3 белый конь просто не успевает задержать помочь своей армии а черный конь дает шах или с поля e2 или с поля h3 например вот в этом варианте потом пешка идет вперед и проходит ферзи но если сыграть король g2 тогда король g4 получается то же самое как говорил Анатолий Евгеньевич карпов вид сбоку все равно там g2 шахт потом шахт потом ферзь и мат белому краю ну и наконец-то здесь сыграть король e2 самое упорное ни на g2 ни на g1 под шахи черного коня то все равно ничего не получается черные могут себе позволить такое мммм как это называется то такую блажь как потеря темпа вроде как потеря темпа подготовить на движение пешки и затем сыграть король h3 и белый все равно не успевает ничего сделать угрожает король h2 любой ход белым конем ничего не помогает аж король id1 f а если король g1 тогда cf4 шах-угроза ккккккx2 фст а5 то вообще можно даже поставить мат не ставя не проводя ферзя а поставив мат белому короню таким образом то есть бить на е6 нельзя но можно сыграть опять и белыйкон теперь на 1 темп ближе к пешкам и не успевает черные ничего сделать король g4 но ккккккккккккккккккккккккккккккс сыграть, но это ничья мертвая, потому что вот здесь достаточно далеко продвинутые белые пешки. Если белая пешка стояла на А3, а черные на А4, положение пешек на А4, и опять недостаточно, чтобы выиграть такой энш предпешечный. А вот при положении пешки на А3 это было бы выиграно у черных, а тут не хватает темпов. Давайте прикинем, все равно ничего большего, чем отдать пешку и устремиться вот сюда вот. Нет, у черных, если бы король стоял на А3, взяв пешку А3, то на ход король Д2, черные сыграли бы король Б2 и не пустили бы белого короля, пешка прошла бы ферзи, а тут белый король легко стоит на С1, на Б1 и можно согласиться на ничью. Ну, был сыгран в партии король А4, чтобы не фиксировать ничью вот в этом варианте. Ну и тут, как ни крути, все одно. Если было бы сыграно коней в 5, то белые могли отдать коня на Ж3, устребиться своим королем на перехват. Если коней в 5 и попытка поставить коня на Б7, то можно и проиграть. Ненурок, у меня здесь не проиграть, здесь ничья, конечно, вот такая, просто отыгрывается пешка и все. Если сыграть конь А5, тогда вот здесь можно проиграть, пытаясь защитить пешку с помощью хода. Ну, коня в 6 это ничья, понятно. А если конь в 8, то можно проиграть этюдным образом, поскольку белый король не только выиграет коня, который защищает пешку А6, но себя уберечь не может. Но еще, забрав коня, еще очень близок к пешке А6, который заберет и пешка белых пройдет ферзи. Ну, было сыграно здесь не коня в 5, а конь С6, ну и еще какие-то ходы были сделаны, хотя нет. Вот здесь соперник и соперница согласились на ничью. Ну, вот мне кажется, Александра Горячевна все-таки здорово провела эту партию, интересную партию. То есть давила, 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 черная, перехватила инициативу, создала неплохие шансы, трудности создала, проблемы поставила перед соперником и едва него не обыграла, но не хватило. Тем не менее, действительно, впечатление очень хорошее, конечно, от этой игры нашей ведущей шахматистки. Александр Матальев, Владимир Федосеев. Ну, Александр Матальев когда-то выигрывал чемпионат России, был чемпионом, Владимир Федосеев не был. Но сейчас, безусловно, конечно, Владимир Федосеев, он и моложе и воспринимается как более такой маститый игрок. Сырый ряд ярких выступлений у него, особенно при игре в быстрые и сверхбыстрые шахматы. Здесь он просто, ну не бог и царь, но один из сильнейших милицоров и, как называется, пулевиков в мире при игре помянуть. Вот, ну, смотрим. Александр Матальев против Владимира Федосеева. Что было в этой партии? А будут сделаны в этой партии ход с Е2 на Е4. Мутный, кстати. Все, что мы смотрели сегодня, это Е2 и Е4 на первом ходу, Е7, Е6, Е5, Е5, С5, С3. Тут я даже не скажу по рецепту Арона Немсовича, я сказал по рецепту Евгения Свешникова пытается действовать Александр Матальев. Теперь конь с Е6 нормальный ход в этой позиции, не обязательно нормальный, и, скажем, ферзь Б6 это стандартный классический порядок ходов. Начиная с хода ферзь Б6 Владимир Федосеев, идея состоит, то есть идея состоит в том, чтобы смутить соперника, который не смущается, играет конь Ф3. А одна из задействий состоит в том, чтобы сыграть здесь слон Д7 и потом разменять белопольных слонов и оставить в себе только хорошие фигуры. Но этот маневр имеет ряд недостатков. Конечно, можно сыграть А4, тогда замысел черных хотя бы отчасти оправдается, они могут перейти к системе с конь С6. А поле Б4 у белых ослаблено, зачем сделан ход А4, не совсем понятно. А если сыграть слон Е2, то вот, как классика жанра, это ответ слон Б5. И когда-то довольно много анализировался вот такой вот вариант с жертвой пешки белыми, подозреваем Д5, взятие, взятие, пешки нет, но структура у белых хорошая. Здесь уже нельзя говорить о хорошем слоне черных на Е7, плохом у белых, скорее наоборот, пешка отыграна, у белых плюсик какой-то. Но сюда не идет Владимир Федосеев, припугнув или там попытавшись смутить соперника переводом через Д7 на В5 своего белопольного слона, он играет конь С6. И А2, А3. Ну, я думаю, самый сильный ход, конечно, самый жесткий. Идея Б4. Если белые сыграют Б4, прижмут соперника, то никакой атаки пешки Д4 не получится. Если даже черные к этому времени переведут коня на Ф5, то последует слон Б2, потом слон Д3, белые расставят фигуры отлично, и у них лучше будет. Так как на А5 при пешке на Б4 всегда белые могут сыграть Б4, Б5, и никакая атака или контратака, или давление черных на ферзьем фланге проходить не будет. И вот С4 отвечает здесь Владимир Федосеев. Опять же, классика жанра. Вы ослабили свой фланг, вы сыграли А2, А3, поле Б3 слабо. Я играю С4. Теперь уже ферзевый фланг мой, конь А5, чтобы не было раньше времени никаких там вещей, типа Б2, Б3 или Б3, Б2, Б4. Ладья Б1. Снова, чтобы при малейшем желании можно было двинуть пешку Б свою вперед, и заодно ладья ушла из-под удара потенциального коня Б3. Если белые вдруг в какой-то ситуации начнут переводить своего коня через Ф1. И А4. То есть, опять же, вот белые играют, так сказать, по канону. Ладья А3. То есть, они считают, что их король все равно через Ф1 куда-то уйдет. Ладья на А3 пригодится для атаки на фланге. А кроме того, она рентгеном, и это важно, как ни странно, будет или сможет защитить пешку С3, когда они сыграют Б2, Б3 или Б2, Б4. Слон Е7. И вот Б2, Б3. Конь Ж5 ослужил внимание. Не буду обсуждать, что лучше, что хуже, и вообще, стоило ли белым играть Б2, Б3. Сыграл здесь Б2, Б3 Матылев. Я думаю, что это в той или иной степени, а позиция, в общем, вполне достижимая с точки зрения домашнего анализа при подготовке к партии и вообще при анализе этого варианта. Александр Матылев все-таки это тренер наш известный, тренер сборной России, один из тренеров. И был тренер некоторых наших ведущих шахматистов, не буду сейчас перечислять, называть и так далее. Короче говоря, взятие на Б3, конь бьет Б3, черный отвечает слон А4, связывая этого коня, но конь Д2. То есть нельзя здесь было, ну не очень выгодно, скажем так, бить на А5, потому что в случае взятия на А5, давайте я сделаю этот слабый ход. Кажется, ах-ах, взятие на Б1, взятие на А4, у нас две фигуры за радиома выиграли. Но можно взять на Д1. И вот в конце, так сказать, варианта, не очень длинного, оказывается, что белый подвисает конь на А5, и белый остается без качества, и им плохо. Ну, не очень хорошо. Не безнадежно, но не то, явно. Отдали качество за просто так. Поэтому конь Д2, защитили коня и открыли, в общем-то, дорогу своему ферзю вперед на поле Ж4 или куда-то еще. А пешка С3 защищена, как я уже говорил, ладьей рентгеном с поля А3. Паркировка черных, смелый ход, но надо уже что-то такое делать. Слон Д3, белые развиваются, год-вот начнутся какие-то, возникнут какие-то угрозы. Ф7, Ф6. Ход, который с одной стороны сделать хочется, а с другой стороны страшновато. Ну, вот наши электронные друзья говорят, что уж если играть то Ф5, я не знаю, Ф6. Почему бы нет? Ферзь, Ф5, вот в чем хитрость. То есть, в чем разница между ходами Ф5 и Ф6? Ход Ф7, Ф5 привел бы к тому, что черные могли не... То есть, или белые бьют на проходе сразу, чего черные не опасаются, или пешка на Ф5 уже будет оставаться, и никто ее оттуда в ближайшее время не сдвинет. А ход Ф6, Ф5, завязывается некое напряжение. Конь ДБ3 остается без защиты, но у черных нет реально времени на то, чтобы им заняться. Конь Б3, конь Б3, слон Б3. Слон бьет Х6, и там что-то страшное на королевском фланге. А потом ладьер же 3 шаг. Ну, матовая атака, понятно. Поэтому слон Е8. Ну, давайте я повторю, чтобы было просто понятно, что конь на Б3 здесь, это ход явное не то. Конь Б3, если взять... Ну, конь Ф5, это у черных просто хуже. А если взять на Б3, тогда берем на А6, и черные разваливаются. Так как в случае взятия, наверное, промежутки еще шаг стоит дать. Ладьер же 3. И слон бьет Х7 чище всего, чтобы не было никаких защитительных возможностей у черных, королев, которые получают мат. Если взять на Х7, тогда дали шаг и мат, или с поля же 7, или с поля Х6 по вашему выбору. Итак, на Б3 брать нельзя. Слон Е8, чтобы вытянуть ферзя. Но теперь конь на Б3 защищен. Ферзь отступает на Е2. Взятие на Е5. И начинается очень интересная сложная борьба. Бить ферзем невыгодно по причине конь Ж4. Итак, сделал ход конь Ж4. Пешка Е6 защищена, ферзем с Б6. Конь атакует, ферзя атакует пешку Ф2 вместе с радиоисом Ф8. Прыгать на Х5 нельзя, из-за слон бьет Е8. Слон не зря отступил на Е8. То есть приходится отступать на Е2. Теряется пешка Ф2. Черный переходит в решающую контратаку. Конь А5 можно было сыграть. Ферзь бьет А5. И теперь ферзь бьет Е5, атакует пешку Е6. Здесь белые стоят не хуже. Но можно отдать черным бьет так вот пешку. Бить на Е6 страшно. Там страшная атака или контратакка, как хотите, по линии Е. Ну, на С3 не очень висит, но может подвиснуть. А если ферзь Е2, тогда снова не ферзь бьет С3 из-за вот этого удара, о котором я постоянно вам говорил. С потерей черного ферзя. А ходу ладят С8 и у черных... Так. А что я такое говорю? Так, ладят С8. Да. И у черных, в общем, более-менее все в порядке. Угрожает ладья бьет С3. На Е6 мы готовы отдать. С точки зрения черных рассуждаясь, слон Ф7 всегда будет ход. Ну, король Ф1, лучший ход, видимо, бьет на С3. Сложная игра. Вот. Ну, было сыграно здесь ДЕ. Так поступил Александр Баталев. Черные ответили, конь бьет Б3. Конь бьет Б3. И слон Х5, нанося вот такой вот удар. Возможно, этот удар, эта идея утаилась, укрылась от внимания Александра Баталева. Смутила его. Но и он не сделал правильный ход Ф3, который приводил к срожной, примерно равной игре. Лучший ход за черных Коньев 5. Там Ж4. Начинаются жуткие осложнения. Действительно жуткие. Ферзь Ж1, Ферзь Ф1, Ферзь Берзь Ж4. Черные забрали 3 пешки за фигуру. Но, вот, ничего большего, чем ничья, у черных нет. Вот, повторение позиции Ферзь Ф3, Ферзь Ж1. Это лучшее, что имеет че стороны в этой срожной позиции. Это на Аш4 еще висит. Ну, вот, не знаю, на Аш4 вот здесь можно было взять? Вот здесь. Нет. Вот здесь. Если бы черные взяли на Аш4, что это такое? Достаточно любопытно. Тоже, в общем, это четвертая пешка уже черных. Но белые консолидированы. У черных хорошие фигуры остаются. После хода король Е2, черные обязаны взять на Аш3. Или пожертвовать. А, нет, они могут выиграть материал вот таким вот образом. Ферзя. Но у белых много. Конь бьет Д4. Срожный еще вариант. Взятие. На Аш7 висит. Берем на Аш7. Король, видимо, должен пойти все-таки... Да, если на линии Ф тогда ладьявит Аш3 очень неприятно. Для черных. То есть, некий момент истины. А на король Аш8 можно отыграть ферзя. То есть, белые не совсем пожертвовали ферзя. Ферзь бьет Аш3. Слон бьет Аш3. Висит на Ж5. Как ни странно, лучший ход, видимо. Это парадоксальная штука. Взятница 3. Двойной удар. Висит слон. И висит второй слон на Аш3. Два слона висят. Слон бьет Аш5. Ферзь бьет Аш5. Черные забирают на Аш3, прикрывая при этом линию Аш. И белые после взятия на Б7 имеют символически лучшую игру. У черных ладья и две пешки зародил за слона и коня. Примерное равенство в сложнейшей игре. Ну вот Ф3 надо было сыграть. Опять же, черные могли выдавать вечный шаг. Они могли не идти на этот вариант с непредсказуемым исходом. Но ферзь бьет Аш5 последовала. Вот я не знаю, чего земнул Ботылев. Хотя вполне возможно, он просто земнул, недооценил, как принято говорить, достаточно банальный маневр черного ферзя. Трудно в это поверить, но другого объяснения я просто не вижу. Очевидный шаг. Еще один очевидный шаг. И взятие ладьи у черных сейчас на доске. Лишнее качество и еще и три пешки. Две пешки. Ошибся. Но все равно много. Солон бьет Аш6. Одна пешка. Но ладья Ф7. Никакие маты не идут. Король Аш8. На Аш7 защищено. Атаки нет. Конь Д4. Теперь Ферзь Аш2 выигрывал проще всего. Чище всего. Король Аш8 тоже выигрывает. Поэтому от добра до брони еще. Как-то осуждать за то, что он сделал в этом варианте Владимира Федосеева я не берусь. Позиция абсолютно выигрышная. Но еще последовало. Ну вот партия просто... Ну давайте я доведу ДЛ до конца. Потому что действительно реальных проблем нет. Все понятно. Высиливаем позицию. Забираем на С3. Уходим. Пропускаем шаг. Пожалуйста. Еще один шаг пропускаем. И идем на Е4. Все. Шаги кончились. Если слон Ф5, то висит ладья. А на белого короля вот-вот уже развернется решающая атака. Там Ферзь А3. Ладья С1. И мат в пару-тройку ходов. Вот так Владимир Федосеев играл Александра Матальева. Но можно, конечно, сказать, что Александр Матальев устроил сам в себе характери, когда в ответ на слон Аш-5, во-первых, он зевнул, я думаю, слон Аш-5, недооценил, как принято говорить. А потом он забрал этого слона, что приводит к форсированному проигрышу. А ход Ф3 приводил к сложнейшей, интереснейшей борьбе. И мы могли бы, конечно, насродиться вот этим сражением на встречных курсах. Зваруха страшная, зверская, предвопытная. Но вместо этого стали свидетелями добивания, реализации черными решающего преимущества. Ну и еще одну партию, которую я хочу показать, из сыгранных в первом туре. Это поединок Кирилла Алексеенко и Александра Предки. Кирилл Алексеенко, конечно, выступал в качестве фаворита. Ну, мало того, что он участник турнира претендентов, хотя как-то его немного недооценили, но сейчас и в командных соревнованиях, и в личных он играет все лучше и лучше. И поэтому, возможно, что Кирилл Алексеенко еще мы увидим взлет. И он войдет в шахматную элиту. Несмотря на участие в турнире претендентов, все-таки в элите он до сих пор не находился. Итак, что было в этой партии? Алексеенко сыграл Е4. Еще раз Е4, никаких Д4, никаких Коня в 3, никаких Б3. Слон Б5, снова не слон С4. А6, испанская партия, паркировка. Хотите бить на Е4, бейте, но слон Е7. Д3, а теперь уже Д3. Ну, не знаю, почему сейчас Д3? Ладно, Д3. С3, и возникает вот такая позиция. Опять же, не то, чтобы эта позиция хорошо известная, но вот такая концепция игры белых встречается довольно часто. Д4, интересный ход. Дело в том, что вроде бы пешка на Е4 подвисает. Можно вроде бы взять, взять, так и было, но Конь бит Д4, не взять и пешкой, чтобы не терять материал. И Конь С6 связан. Если бы черный сыграли слон Д7, то белые просто отступили бы на С2 и имели бы плюс равно, как принято говорить. Все у них срослось. Пешка Е4 защищена. Преобладание в центре есть. Конь идет на Ж3, куда надо. Слон, ну, все фигуры белых идут куда надо, у них получше. Не совсем, не огромные преимущества, но некоторые без спорта. Б5 есть интересный ход, который сделал здесь Александр Предки. На этой парадоксальной идее держится замысел черных. Но бить на С6 надо. Теперь ферзь Д7. Бить на Б5 и оставаться с лишней пешкой за огромную компенсацию черных. Два слона и все, у них выходят. Не хочется и не надо. Вот такая вот позиция. Получилось примерно то же самое. Очень схожее с тем, что мы смотрели, что мы обсуждали при другом порядке ходов. У белых плюс. Плюс какой-то вот висит на А6, А5, Ф2, Ф3. Белые защитили центр, Д5 не идет. То есть защищаться черными противно, хотя может быть не так уж страшно. Вот слон Е6 это начало, неверная концепция. Все-таки надо было уж погнали пешку Аш, пусть и полувынужденно. Гоните ей Даш3. Какая-то контрагра будет. А после слона Е6, Конь Е2, с угрозой Конь Д4, всего белых очень просто. Ну, бить на А2 это не то. Там погибнет слон. Я не знаю, сразу играть с Конь Д4 или предварительное. Может быть, Конь Д4, Б3. Займемся ловли этого слона, чтобы не было никаких проблем с пешкой С3. Вот. Белые и Черные могли сыграть Ферзь Б7. Они сыграли, Слон бьет Е2, согласившись. Чтобы Конь на Белых не лез на Д4. Согласившись с преимуществом двух слонов у Белых. И это большое преимущество. Вот Слон встал на Д4. Конь С4, хотите играть, играйте. Пожалуйста, отступили на С1, всех защитили. И начинаем перегруппировки. Ф4, начало атаки. Слон С2 очень хорош, защищает пешку. Е4 и готов подключиться к атаке. Б3, Конь отбрасывается. Теперь Ф5. Такой вот штурм, так сказать. Ну что делать? ЖФ. Тогда Ферзь Ж5. Не Ф же, тогда Ладья ее висит. А Ферзь Ж5. Связан Слон. Чтобы его не потерять, надо играть Ладья Ж6. Белые пешку отыграли. Нарастели давление. Ну и, в общем, все, что делал... Здесь, кстати, вот маленькая ловушка. Ну, никак бы ловушка. Бить на Е5 было неправильно. И не взял Кирилл Алексеенко. Не выиграл пешку Ф7 вот таким образом. Потому что тогда у черных контр-игра. То есть, Слон Белых обесценен. Он уже не атакующая фигура. Стоит на С2 и стоит. Ладья Ф8 идея есть. Перехват линии. И у черных лучше просто расположена фигура. И приличная... Ну, почти полная компенсация. Нет, не так. Ну, на пешку у Белых может быть и лучше. Но не более того. То есть, еще надо реализовывать и реализовывать. А ход Ладья Ф2, который сделал вместо этого, вместо удара на Е5, взятие на Е7, Алексеенко, он такой, сохраняющий все плюсы позиции. Ладья Е6 провоцирует снова. И здесь на взятие на Е5 провоцирует и взятие на Е7. И может быть здесь уже стоило сыграть таким образом. Потому что здесь уже взятие на Е5 не то. Так как заметно лучше, чем то, что было раньше у Белых. Ладья стоит не там, где надо. Черная на поле Е6. Ладья Ф8 она не может сыграть. А белые с двоя из пареньев, пешка Х5 атакована. И белые близки к развитию решающей атаки. А взятие на Е4 нельзя из-за... Бить на Е4 нельзя из-за С2 с потерей качества всего на свете. А если Ладья Е5 здесь, то Ладья Ф7, Ладья Ф3. И Ладья подключается к атаке. Может быть, так стоило сыграть. Но с другой стороны победителя не судят. И от добра добра не ищут. Я часто повторяю эти формулы. Особенно от добра добра не ищут. И ход Б4 вполне достойные возражения. Идея состоит в том, чтобы поставить слона на Б3. Или взять на Е5 и поставить слона на Б3. А если после слона Б3 конь-Ц4 черная сыграет, то там на Ф7 висит. И на Ж7 висит. Короче говоря, идея понятна. Ферзь Ф7. Защита пешки. Ф7 на случай слона Б3. Все равно слон Б3. Ладья Ф6. Ну, можно ли БС было сыграть конь-Ц4? Ну, вроде бы идея в этом состояла. Но на Ф7 все равно висит. Все равно взяли на Ф7. Разменялись, разменялись, разменялись. Хотите бить на Д4? Бейте. Хотите брать на Е4? Берите. Тогда срод Ц2 и выиграли качественно. Висит на Ц7. Ой, мой угроз. Да и решающее преимущество белых просто очевидно. Поэтому ради Ф6 было сыграно. Но это все равно не спасает. Белые забрали вторую пешку. И начинают усиливать позицию вот таким вот образом. Ну и собственно для вот этой партии. Для характеристики того, что было в ней дальше. Можно использовать ту самую формулу. Еще последовало. Белые перегруппировываются. Не суетятся. Не торопятся. А4. Какие-то зацепы на фланге. Я показал, что две лишние пешки белых одна. Но впечатление такое, что очень много всего. Потому что доминация еще. Конь Ж4. На H2 висит. Ну и ладно. Теперь если взять на H2 чем? Ну чем угодно. Все равно угрозы. Сладья с конем создать никакие не могут. А белые забирают на F7 и доминируют. И все. Раскручивает. Можно конечно взять на D4 с шахом. Но тогда ферзь беда D4, что очень важно. Тоже с шахом. И все. Ну король G8. Телеках хотим. Как мы хотим. Ладья D7. Быстрее ставят мату. Ладья F5. Верим. Ладья F5. Шах слоном. И мат не скачет. Ну слон BD4 был сыгран. Взятие на D4. Шах. F6. Ферзь C5. Усиливая позицию ферзя. Ферзь B8. Ладья F4. Атакован конь. Он должен защищать пешку. А что делать? Конь E5. Взяли на F6. Конь D7. Вроде бы вилка. А на самом деле не совсем. Ферзь D6. Размен ферзей безнадежен для черных. Ферзь A7 столь же безнадежен для черных. Потому что король G2. Если конь бит F6. Тогда ферзь F8 шах. И мат на поле G8. То есть нельзя брать ладью. Повторюсь. Из-за шаха с F8. А потом мат. Ну вот. Ну. Ферзь дал шах. Ну и последний аккуратный ход. Это король F3. Не ладья F2. Из-за ладья F2. Тоже выиграна. Но еще надо играть. Не куда-то назад. Из-за ферзь F8 шах. Король F3 шахи кончились. Кончились шахи. Бить на F6 нельзя. Из-за ферзь F8 шах. И мат следующим ходом. Короче говоря. Сдался Александр Предке. А Кирилл Алексеенко одержал. Такую очень убедительную. Ну. Я не знаю. Яркую. Неяркую. Но. Убедительную. Действительно. Другого слова не буду использовать. Убедительную победу. Итак. Как закончились это и другие партии первого тура. Который состоялся в Уфе. Не в Москве. Не на Гоголевском ульваре. А в Уфе. Этим субботним днем. По средней европейской области. Времени. Четыре ничьих. Так сыграли Дмитрий Андрейкин с Максимом Матолковым. Никита Витюгов с Максимом Чигаевым. Андрей Сипенко с Александром Барахмоновым. В этих партиях ничего интересного. Драматического. Захватывающего не было. Скажу сразу. А три партии наиболее любопытные я вам показал. Показал только что. Как Кирилл Алексеенко выиграл у Александра Предке. Как Владимир Федосеев черными обыграл Александра Матолёва. После такой не совсем объяснимой. Не совсем понятной ошибки Александра. Когда он на ход слон Аш-5 забрал этого слона и попал под огромную атаку. Ну а Александра Горячкина перехватила черную инициативу в партии с Павлом Панкратовым. Но Павел Панкратов стойко защищался. Александра Горячкина несколько раз не использовала скрытые возможности. Которые дали бы ей надежды все-таки эту партию выиграть. Хотя напомню, что Александра Горячкина при всем при том при этом. Будучи единственной женщиной на этом открытом турнире. Турнире мужчин. Все-таки имеет самый низкий рейтинг. Но не намного более низкий рейтинг. А близкий к тем рейтингам, которые имеют некоторые другие участники турнира. Другие мужчины-игросмейстеры. Попавшие, пробившиеся не куда-нибудь все-таки. А как и Александра Горячкина. В суперфинал российского чемпионата. Ну что ж. На этом наш очередной выпуск подходит к концу. Я по традиции призываю вас ставить лайки. Подписывайтесь на наш канал. Те, кто не сделал этого ранее. Обыгрывать своих соперников. Разумеется. Обязательно обыгрывать. Коль скоро вы играете с ними в шахматы. Как очно, так и заочно. В условиях четвертой волны ковида. Заучная игра облетает второе дыхание. Становится все более актуальной. Ну если будет желание, возможность, настроение. Поддерживайте нас. Мы очень признательны всем тем, кто так поступал ранее. И тем, кто возможно так поступит в ближайшее время. А пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»